Евразийский экономический союз и страны-участницы китайской инициативы Пояс и Путь могут получить единую криптовалюту. Предложение прозвучало на круглом столе в Бишкеке, посвященном интеграции на евразийском пространстве. Эксперты, чиновники и бизнесмены стран ЕАЭС и Китая обсудили перспективы совместных проектов развития инфраструктуры, строительства железных и автомобильных дорог, логистических и дата-центров. Представители китайского фонда «Шелкового пути» предложили помимо инвестиций рассматривать и потенциал единой электронной валюты. Ее можно было бы использовать в электронных расчетах при оформлении торговых сделок как аналог национальных валют стран региона. В перспективе это позволит полностью отказаться от доллара. Евразийский биткоин, в отличие от модных нынче ничем не обеспеченных криптовалют, мог бы опираться на корзину региональных валют и играть позитивную роль в стабилизации их курса. Если все валюты будут объединены, то может нам стоит говорить о новой валюте. Я слышал про развитие электронной валюты. Когда мы говорим про интеграцию, нужно думать о том, как обеспечить государству свою защиту. Если мы ведем евразийский биткоин, который мог бы быть прикреплен к местным валютам, то тогда электронные деньги могли бы повлиять на всю экономику. Может быть нам стоит создать такую валюту, которая бы работала в одной только местности, а не везде. Это больше совместные экономические проекты. Больше такие проекты. Она не предполагает каких-то тех канонических интеграционных рамок, которые мы видим в Евразийском экономическом союзе, как свода передвижения капитала, свода передвижения рабочей силы и другие уровни свободы. То есть это, по сути, это набор экономических проектов, в том числе инфраструктурных, инвестиционных и других проектов, выдвинутых со стороны Китайской Народной Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова